Добрый день, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quiet. Слышу извинения своим подписчикам и зрителям канала, что очень давно не снимал видео. Ребята, к сожалению, полная сейчас запара с моим проектом. В тестном режиме сайт запустили, но отлаживаем тяжело один модуль, поэтому пока видео буду выкладывать, когда будет появляться свободная минутка. О чем сейчас хотел рассказать? Очень полезная информация, потому что очень много смежных и дублирующих вопросов, по поводу покупки машин, по аренде жилья, по покупке мебели, по покупке бытовых приборов и так далее и тому подобное. Я к Сидео подумал и решил, что своевременно рассказать про такой ресурс, как Крэйг-лист. Этот сайт, такой международный вариант российской версии из рук в руки, где можно подать объявление обо всем-всем-всем-всем-всем-всем-всем. Сейчас я вам покажу. Одну секунду. Прямо сейчас на живую нитку. Все сейчас красиво вам сделаем и покажем. Один секун. Вот так вот. Опаньки. Так. Сейчас. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Итак, пишется сайт вот таким-нибудь образом. Специально выделил его. Значит, дополнительно ссылочку укажу в описании видео. Сверну сейчас эту вещь. Набрали Крэйг-лист.орг. Оказались во всем-во всем мире. Вот все, что угодно. Вот Америка северная, вот Америка южная, вот он Крэйг-лист в Африке, вот он Крэйг-лист в Европе, вот он Крэйг-лист в Австралии. И даже, что это такое у нас, Исландия, что ли, похоже, да? Вот даже регионы. Канада, Европа, Азия, Медл-Уист, Аккея, Латинская Америка, Африка. Заходим в ЮЭС. Попали в ЮЭС. Сейчас прогрузимся. Отлично. Дальше раскладка по всем штатам. Выбираете тот штат, в котором вы хотите посмотреть объявление. В данном случае я ищу у себя. Вот Небраска. Вот она, Омаха. И к концу глаз здесь. Оказались здесь. Можно вбить сюда сразу ключевую фразу о том, что вы хотите найти. Будь то аренда жилья, будь то покупка машины, будь то что-то еще. Или же поискать по категориям. Вот тут на продажу. Аплайенс. Это у нас как бы бытовая техника. Антиквариат, бартер, байки, лодки, книжки, бизнес, компьютеры. Бесплатно, фри написано. Фурничер, мебель. Дженерал. Общие какие-то вещи. Джеверли. Материалс, РВС. Не знаю, что такое. Спорт. Титеты. Тулсы. Инструменты. Вонтед. Ищем, значит, размещение объявления. Арсен Крафт. Автопарт. Запчасти. Бэби Тит. Все для детей и все вещи. Бьюти. ХИС. Соответственно, все для здоровья. Карсен Тракс. Машины. Трати. И все ежи с ними. CDS, DVD, HVS. Короче, кассеты, диски, носители. Cell phones. Closess and ICCC. Значит, видимо, одежда, аксессурии. Collectibles. Все для коллекционирования. Электроника. Понятно. Farm and Garden. Значит, соответственно, все для ферм и по поводу садика. Garage Sale. Информация о том, какие Garage Sale устраиваются, что продаются. Иногда там фотографии есть и так далее. Household. Общая категория, посвященная бытовым каким-то технике, обустройству и так далее. То есть, значит, motorcycle. Понятно. Мотоциклы. Music. Instrument. Все ясно. Фото, видео. То есть, games. Видеогейминг. Это все основное. Ну и, соответственно, куча других дискуссионных формуров. Форму, значит, относительно работы. Тут же можно поискать работу. Может быть, кто-то кого-то чего-то ищет и так далее и тому подобное. Значит, DD. И так далее. Давайте попробуем сделать вот что. Вот я хочу найти, к примеру, машинку. Набираем Dodge. Dodge Grand Caravan, к примеру. Чик. И нажали. И, опа, здесь у нас стоит маркер for sale. Кнопочка. Здесь мы можем указать цену. По какой цене я хочу найти. Минимальная цена, максимальная. К примеру, я хочу найти машину стоимостью до, ну, 4 тысяч долларов, к примеру. Вот. 4 тысяч долларов. Дальше. Значит, я указываю, что у нас мое объявление должно иметь картиночку. Соответственно, я хочу видеть сразу машину, которую хочу. И в разделе for sales wanted. Значит, а еще и категория. Я могу здесь сделать сортировку. Продают те, кто владельцы машины или продают дилеры. Все. Мне, в принципе, этого не надо. Здесь и те, и другие категории показывают. Все. Нажимаем на search. И появляется огромное количество объявлений. Так. Вижу здесь какие-то редваны. Совсем дешнявые. 97-й год. Для этих целей цена минимум. То есть, к примеру, я здесь хочу весь хлам отсюда убрать. Я могу поставить нижний коридор цены. Нижнюю границу. 2 тысячи долларов. Тогда все старое уберу. Ну, вот, к примеру, смотрите. Вот, 1650 долларов машина Dodge Grand Caravan 98-го года. Даже можно по ней, на нее посмотреть. Щелкнем сюда. Посмотрим. Вот на эту машинку. Вот мне фотографии. Значит, сразу же по поводу покупки машины отвечаю еще на один вопрос, который мне очень часто задают. Можно ли купить машину, если вы приехали по туристической визе, и не имеете, соответственно, вашего, этого, как его называются, ID-карточки. В принципе говоря, вы это сделать можете. Можете встретиться с человеком и, соответственно, оформить покупку. Но займет у вас определенное время, потому что для чиновника, который будет оформлять у вас покупку машины, потому что вам по-любому нужно будет в течение месяца поставить машину на учет. Месяц вы можете есть с транзитными номерами. Транзитные номера как делаются? Просто берете листочек бумажки, и когда вы машину купили, скотчем просто прилепляете на лобовое стекло и пишете, что машина куплена на такого-такого числа. И с собой возите title, оригинал, который вам дал предыдущий владелец машины, с его росписью. И, соответственно, контракт о покупке-продаже машины. По американским законам контракт вообще может оставить от руки. Хотя есть стандартная печатная форма, которую в интернете люди скачивают, заполняют его от руки, прямо сразу на месте заполняют. Не надо никакому нотариусу ехать. Не надо переться в какую-то специальную контору и там все это заверять. Вот вы приехали смотреть машину, машину посмотрели, машина понравилась. Значит, соответственно, о цене договорились. Все, значит, передали деньги продавцу, продавец вам заполнил вот эту самую папир, розчерк свой поставил, ключи отдал, все, аривидерчи, машина ваша полностью. Сразу на лобовое стекло наклеили вот эту самую папир, и месяц можете спокойно ездить без номерных знаков. Но потом вам нужно будет машину поставить на учет. Так вот, чтобы вот этому чиновнику упростить задачу постановки машины на учет, я бы рекомендовал бы просмотреть видео, что нужно сделать при этом в Америку. Есть у меня там одно из первых загруженных видео, где подробно все это рассказывается. Продублирую информацию сейчас. Чтобы получить ID, даже не права, а просто ID, вы едете в ближайший драйвер Motor Vicals, можно сделать практически через два дня после того, чтобы вы в Америку приехали по гостевой визе. Вот ближайший DMV department, едете, который близко к вам находится. Показывайте два конверта о том, что они пришли на ваше имя и фамилию, на тот адрес, где вы проживаете. Вы тупо можете пойти на почту и сами себе отправить два письма, даже на адрес гостиницы. Только если не указывают, что это гостиница, а просто укажите адрес. Улица такая-то, дом такой-то, апартамент такой-то. Это все. Даже пока вы в гостинице находитесь, вам два письма пришли. Пришли в DMV, вручили два письма и сказали, нахожусь в Америке как турист, буду часто ездить, хочу оформить, соответственно, себе ID карточку, себе, жене, тёще, ребёнку, кому угодно. То есть сразу указывайте, кому нужно карточки оформить. Но, естественно, каждого человека, на которого карточки оформляете, вы должны предъявить письма. Значит, пришли для себя, показали два этих конверта. Там же на месте платите 20 баксов, вам выписывают временный ID, и в течение, там, не знаю, трёх-четырёх дней на ваш адрес, на котором вы проживаете, приходит оригинальная пластиковая карточка с этим ID. Всё. У вас есть дубликат основного документа, ID-карт, и уже с ней проще делать все операции в Америке. И заниматься арендой жилья, и арендовать машины, и покупать машины, делать всё, что угодно. По крайней мере, в отличие от вашего российского паспорта, ID-карт не будет вызывать недоумения у американских граждан. Вот. Ну и, соответственно, покупка машины. Значит, соответственно, с этим ID проще будет вам и цену сбить. Опять же, Америка замечательная страна в плане того, что здесь может торговаться. К примеру, человек объявил 1650, вы приехали с наличкой и сказали, чувак, машин говно, значит, хочу я тебе предложить 1400. И показали ему бабки. Продавец подумал, почесал в голове, сказал, ну, нормально, устроит. Главное, что, конечно, всё. То есть, не бойтесь торговаться. Ещё важный нюанс. Значит, как в любой другой стране, здесь очень много всяких ушлых персонажей. Поэтому, покупая машину, прежде чем вы начали вообще говорить за цену и торговаться, поставьте условия продавцу. Давай-ка мы любезнейше съездим в ближайший Firestone. Опять же, можете здесь набрать у себя в интернете и найти ближайший сервисный центр Firestone. Пусть там машину почекают. Заяхали туда, есть у них подъёмник свободный. Там же практически бесплатно, у них там регулярные эти акции есть, можно машину проедить бесплатно абсолютно. Машину загнали на стапель, посмотрели, какие неисправности, что там есть, и принесли вам полную распечатку того, что нужно в этой машине доделывать. Почему делать бесплатно? Потому что сотрудники Firestone рассчитывают, что вы с этим списком неисправностей, прямо у них все эти неисправности будете доделывать. Дальше вы сами смотрите, что критично, что некритично. Если машина в обменяемом состоянии, можете покупать. Если хотите серьёзные кассети, прям сразу не стесняйтесь сказать, сори, сей вариант для меня неприемлемый. И соскативайтесь, это сделайте. Всё. Ну и дальше вот смотрим по ценам. Значит, я не буду вам разжевывать, какие здесь цены, здесь всё что угодно можно купить. Вот вам 2000-й год, 2950, вот вам 99-й год за 3000. То есть цены совершенно разные. Могу вам сказать точно одно. Машину в пределах 2500-3000 на ходу не старше 2002-2003 года, в принципе, взять можно с даже не слишком безумным километражом. так, чтобы она сразу не развалилась у вас. И на ней ещё можете год отъездить. Про машины мы пообщались. Значит, опять заходим на Вомаху, Крэглист и пишем здесь апартмент. А-а-а-а-а-р-т-мэ-н-т-ы. Апартмент. Щёлкаем на гол. И вот вам, соответственно, что-то тут появилось. Вполне вероятно, что по поводу рент-апартмента здесь нужно искать. Здесь не сел, надо было вбивать, а, возможно, рент-апартмент. То есть я просто сейчас на обум делаю экспромт, но здесь же на крыслесте, в принципе говоря, можно, соответственно, найти ваши апартаменты, которые вы хотите. Вот, например, хаусинг. Рунс, Шерет, апартмент, хаусинг. Давайте посмотрим, сюда вот зайдём. Да, вот, пошли апартаменты, точно. Значит, у нас раздел Омаха, хаусинг, апартаменты, хаусинг форэнд. Всё отлично. Вот сразу мы нашли. Я как бы не готовился к этому видео. Вот вариант, как и здесь. Апартмент форэнд, значит, одна бедрумная, метраж у нас 450 квадратных флотов, 450 баксов за рент в месяц. Значит, опять же говорю, когда будете апартамент снимать, с вас возьмут предоплату минимум за один, а то и два месяца и предложат подписать годовой контракт, но если вы болтаете сдавальщика, то полгода. На более короткий срок апартамент здесь не очень любят сдавать, это нужно искать уже по знакомству. Или заранее списываться, договариваться и так далее. Вот вам показан локейшн этих апартаментов. Фотографий здесь нету. Вот. Соответственно, апартаменты здесь в Америке, как правило, сдаются без, соответственно, мебели. Мебелишку вам придется покупать также через крайглист. Вот. поэтому я вам сразу дам инструкцию, как все это поискать. Будут вопросы? Пишите. Очень важная информация. Пожалуйста, на те контакты, которые я указываю для платежа, для пожертвования на развитие канала, не пишите письма, потому что у меня есть конкретные координаты для связи. Если у вас есть вопрос, пишите в личку, потому что я тут залез на тот e-mail, который был указан в качестве привязки к PayPal аккаунту для донейшн, обнаружил, что там огромное количество писем от людей. У меня сейчас зайдут руки, я буду отвечать. И еще, начиная с этого месяца я сменил аккаунт на PayPal, открыл свой персональный аккаунт. Теперь вы можете пожертвования вносить непосредственно на мой аккаунт. Буду признателен любому доллару, потому что проектов очень много. В музее отсняли авиационный, сейчас готовимся к полету на воздушном шаре. Необходимо заранее подготовиться, найти какой-то реквизит, выбрать хорошую погоду, переговорить с пилотом, чтобы это все было радостно и красиво. Пишите комментарии, хорошего вам дня, здоровья вам и вашим близким. Удачи!